МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим об этом не совсем обычном для россиян искусстве. А также разыграем три пригласительных билета на это представление. Для того, чтобы стать обладателем пригласительного билета, нужно ответить на три вопроса. Вопросы такие. Первый. Какую Олимпиаду закрывали артисты китайского цирка? В каком городе? Да. Второй вопрос. Самый популярный номер в китайском цирке, в каждом китайском цирке? Точно. И третий вопрос. Какое мифическое животное боготворят китайцы? Вы должны позвонить завтра, во вторник, по телефону 786-5404, с 9 до 6, и сказать ответ на один из трех вопросов. И тогда один из пригласительных билетов ваш. Напомню, их всего три, поэтому поспешите. Армен, китайский цирк один из самых древних в мире. Ему 4 тысячи лет. Значит, более 4 тысячи лет. Да. И, насколько я знаю, он кардинально отличается от европейского цирка. В чем эти отличия? Ну, отличий-то много от европейского цирка. Во-первых, сценические площадки, да, в китайском цирке их нет таких, как в европейских. То есть, 11-метровые круглые арены, у них обычные сцены, как у нас в театрах обычных. То есть, китайцы могут выступать на любой площадке, вне зависимости от ее размеров и круглости, или квадратности. То есть, вот, у них нет дрессировщиков, у китайских нет клоунов. У них все номера построены в основном на акробатических и воздушной гимнастике, акробатика воздушная. Вот, эти номера все построены с самого детства. Их отрабатывают очень долго и упорно. То есть, до совершенства доводят все номера китайцы. Арвен, я знаю, что каждый номер имеет какое-то символическое значение. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие это номера и какой смысл они несут в себе? Ну, каждый номер в программе китайского цирка имеет философское значение. То есть, у них есть, допустим, один номер, который называется «Тарелочки». Это традиционный номер, который выступает в различных цирках Китая, да, где молодые китаянки крутят тарелочки на тонких прутьях. Это символизирует солнце. Есть номер, который мне очень нравится, «Человек, меняющий маски». Этот номер передается от поколения к поколению, да. Очень древние обычаи у них передаются от отца к сыну. То есть, много тайн в этом номере, да. Его нужно смотреть и... А что символизирует этот номер? Это как бы жизнь человека, да. Вот он меняет маски. То есть, человек может в жизни быть и зайцем, а может быть и львом. То есть, ну и все в таком духе, да. То есть, как бы жизнь человека от его рождения до бесконечности. А вот этот с тарелочками номер, он что символизирует? Символизирует солнце, да. Это круг, как бы их... Это масштабный номер, где выступает множество человек. И вот они символизируют солнце, да, как бы призывают нас к солнцу, то есть к планете. Вот в Китае цирк очень популярен, и, в общем-то, его артисты тоже пользуются большой популярностью и любовью китайцев, да, зрителей. Расскажите мне вот немножечко об этом. В чем это все выражается? В Китае очень сильно боготворят цирк, да. И артисты цирка, которые рано уходят на пенсию, там, в возрасте 25 лет, да, они получают очень весьма большую пенсию, да. Это считается очень обеспеченные люди. К ним относятся с большими привилегиями, да, наверное. Уважением, да. Потому что это очень сложный труд, который не каждый может, да, нести на своих плечах. Вот, так что их очень боготворят, там, артистов именно цирка. Ну, а вот как становятся артистами цирка китайского? Трудно ли это вообще, вот как осуществить? Ну, я думаю, да, это вообще любому человеку, наверное, достаточно трудно, да, это специализированные школы, которых детей отдают с трех лет, вот, и с трех лет они начинают заниматься упорно и оттачивают свое мастерство на каждом номере, да. И к 10-12 годам это уже выходят молодые таланты, потому что в 25 лет они уже выходят на пенсию, я повторяюсь, да. То есть это вот в этот период они учат каждый день, каждый год, учат и оттачивают свое мастерство на данном, на выбранном номере, да, на поставленном номере и его совершенствуют, да. То есть показывают свои возможности человеческого тела, да, то есть вот так. То есть это родители принимают такое решение, да, отдают ребенка в школу? Ну, да, то есть я думаю, что в три года, да, ребенок там может еще что-то решать. Потому что есть и пятилетние артисты, которые выходят уже на сцену, то есть мы их можем лицезреть. Вот в нашей труппе также будут молодые ребята от 14 до 23 лет, то есть вот все в таком духе у них в Китае происходит. И все очень так серьезно к этому относятся. А давайте вот вернемся к животным. Почему не используются животные в китайском цирке? Ну, по морально-этическим соображениям, да. То есть? Ну, допустим, вот эти номера, что с животными в европейских цирках, так же, как у нас в России, они их заменяют людьми, да. То есть роли там львов или драконов исполняют люди, да. То есть костюмы какие-то, да? Да, ну, я опять же повторюсь, по морально-этическим соображениям, как бы, ну, вот у них, видать, как-то они к этому относятся серьезно, да, что вот это наши меньшие братья, как бы мы не можем ими управлять, да. То есть каждый живет... То есть это не так, как он живет, да? То есть это у них своя такая философия китайская даже здесь. Да, человек, да, все номера у них вот именно относятся, они по-философски так к ним как-то, вот поэтому. То есть животные не используются в их программе. Ну, все-таки вот интересно, и у нас, в общем-то, есть и гимнастика, и акробатика, и тоже, в общем-то, какие номера удивительные выделывают наши артисты, кто-то в частности, цирковые. Все-таки вот в чем здесь-то отличие между... Ну, вы понимаете, вот возможно... Там какие-то совсем необычные трюки. Да, очень... Они, во-первых, очень сложные трюки у них, которые не повторяют еще нигде в мире их трюки. Не могут повторить именно эти трюки китайских акробатических артистов. Очень сложные номера, которые отточены с трех лет, и ребята занимаются своим номером, совершенствуют его, доводят его до совершенства, этот номер. То есть они всю жизнь один и тот же номер, как бы совершенствуют. И как-то они у них не односторонние в этом плане. То есть, допустим, я не знаю, как сейчас, но вообще, насколько мне известно, акробат может стать в дальнейшем клоуном или так далее. А здесь человек всю жизнь совершенствует этот номер, усложняет его. Да, он подходит к этому номеру, усложняет его, делает какие-то нагрузки на себя, на свое тело. И показать именно совершенство этого номера, раскрыть перед людьми, на что он способен, этот человек, артист цирка в Поднебесной. А вот европеец может стать артистом китайского цирка? Ну, на этот вопрос сложно ответить, но я думаю, наверное, да. Если человек так же будет учиться с трех лет именно в китайском цирке, и будут у него свои преподаватели китайского цирка. Ну, да, может быть, у них там запрещено принимать европейцев на обучение? Да нет, я не думаю, что так. Нет, такого нет. Сейчас, по-моему, каждый человек выбирает, чем он хочет заниматься. То есть, если ему нравится, если ему хочется стать артистом китайского цирка, я думаю, ему ничто не помешает. Ничто не помешает. Да, мне так кажется. Армен, а давайте у нас есть небольшой ролик, посмотрим его сейчас, чтобы не на словах, а на деле увидеть, что из себя представляет выступление артистов китайского цирка. Да, с огромным удовольствием. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»! 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 конкурсы. Они и в Европе выступают. Вот эта труппа, она была в 60 стран мира. Да вы что? Прямо даже представить себе трудно. Очень много. И к нам в Подмосковье эта труппа заезжает из нашей соседней Украины, из города Киева, в Харькове мы проходили гастроли. А вообще в России? В России они были в 2009 году, в Санкт-Петербурге выступали. А кто их еще в России видел, эту труппу? В Москве аналогичная труппа выступала в городе Москва, а здесь в Подмосковье это будет впервые. Их никто еще не видел в Подмосковье. Здесь труппы. Не то, что это вообще китайский цирк, в Подмосковье еще не ездил. Так что нужно прийти и посмотреть. И посмотреть. А скажите, а вот все-таки мы там видели, что в клипе, что это на арене происходит цирковое выступление. А здесь будут выступать на сцене районного дворца культуры. Там все-таки какая-то не арена. Никак это не скажется на зрелищности, на представлениях? Нет. Ни в коем случае не скажется. Здесь, во-первых, китайцам не нужна большая сцена. Они выступают, как я рассказывал в начале, в любом помещении. То есть, и небольших размеров. То есть, на зрелищности это абсолютно не скажется. Они будут все делать аналогичные трюки, которые покажут вам в РДК Яуза. Это все будет то же самое происходить. Та же будет подвеска, те же будут реквизиты. Все то же самое. Просто более-менее меньше размера сцены в РДК Яуза. И все. Что будет внутри программы происходить, это будет все то же самое. Я так понимаю, их можно просто на площадь вывезти. Да, они могут на открытых площадках работать. И устроить вам зрелище, которое вы запомните на всю жизнь. Кто был в китайском цирке, он оценил это все. Он будет помнить навсегда, я думаю. Давайте вернемся к этой программе, которую мы тишинцы должны будут увидеть 5 ноября. Есть какое-то название, все-таки канва о чем? Можете рассказать? Вообще, если кто-то видел, называется Великий китайский цирк. Но само название это вообще Золотые львы Китая. Вот эта программа. Да. И программа еще построена на том, что там 17 цветущих роз. Это жемчужины из поднебесия, как называется. Это девушки молодые, которые выполнять будут различные трюки. Там красавицы, вот, и жемчужины, поэтому их назвали. То есть, они, вот именно жемчужины этого цирка, этой трупы. Это 17 цветущих роз. Это девушки из этого цирка. Так, вот львов мы увидим, а дракон будет? Драконы, да. И дракон будет обязательно. А сколько будет длиться представление? Программа рассчитана на 2 часа, около 20-30 минут с антрактом. То есть, еще и перерыв будет? Грубо говоря, около 2,5 часов программа будет длиться. Будет антракт. Ну, а то если маленькие дети высадят, то они, как вы думаете? Ну, она пролетает, программа незаметно. То есть, все ваше внимание будет на сцене. И вы даже не заметите, как пройдет это время. Это я вам гарантирую. Никто из нашей программы не уходил. Я уже очень хочу посмотреть на артистов китайского цирка. Да, вы меня заинтриговали. Я напомню, что выступление пройдет 5 ноября в районе Дворца культуры Досуга Яуза. И мы разыгрываем три пригласительных билета. Для того, чтобы их получить, нужно ответить на один из трех вопросов. Давайте мы еще раз их повторим. Значит, первый вопрос. Какую Олимпиаду закрывали артисты китайского цирка? Второй вопрос. Самый популярный номер в каждом китайском цирке. И третий вопрос. Какое мифическое животное боготворят китайцы? Надо позвонить завтра, во вторник, с 9 до 6 по телефону 786-5404 и ответить на один из этих трех вопросов. И тогда пригласительный билет на представление китайского цирка ваш. С приогромным удовольствием. Напомню, что студией ТВ Матища был организатор гастролей китайского цирка в Подмосковье Армен Товмасян. И на этом эфир подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале ТВ Матища. Всего доброго, наш зритель. Ждем вас 5 ноября в ДК Яуза. На нашем ярком и впечатлительном шоу, которое запомнится вам на долгие годы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»